Давайте, чтобы отпуск прошел еще более продуктивно, я вам покажу еще один способ, как можно искать тренды, бизнес-модели, вдохновления. Лет с идеей номер пять. И в этот раз я вам покажу, вот есть такая вещь в мире, инвестиционные банки, да, это такие торговые площадки самого верхнего уровня, денег и капитала. И они очень часто видят все, что в мире происходит, и вообще, как бы, ну, есть конкретно, например, Goldman Sachs, да, и другие есть инвестиционные банки, которые реально видят все, что происходит. Все IPO, все большие раунды, они имеют ландшафт, они видят весь ландшафт, все, что в нем происходит, вообще весь бизнес, все, что происходит в мире денег, они видят полностью, да, абсолютно. И публикуют об этом интересные отчеты, да. Вот для меня, например, очень интересный отчет, это ежемесячный интернет, индустрии апдейт. Я его всегда читаю и выделяю этому обычно час целый, чтобы изучить. И это очень, это каждый раз, это просто взрыв мозга, потому что каждый раз, когда я читаю, я понимаю, во-первых, насколько большой мир, да, сколько всего интересного в нем есть, какие интересные делают люди вещи, меня, как все меняется, и получаю огромное количество вдохновления, и вот могу вам, эти, эти репорты можно получать, да, их можно и находить, если вы, вот, например, могу попробовать, да, там. Взять просто, например, есть инвестиционный банк Джеффрис, интернет апдейт. Я думаю, если немножко углубиться, можно быстро найти их публикации, да, соответственно, ну, есть, можно взять все крупные инвестиционные банки, там, топ, топ инвестмент бэнкс, и находить, и подписаться на их апдейты и так далее, да. Сегодня я покажу вам, как можно их использовать. Есть ежемесячный отчет, да, что все про что произошло, вот команда, которая над этим работает, пожалуйста, вот топовые инвестиционные банки, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Deutsche Bank, City, Barclays и так далее. У всех этих банков есть аналогичный отчет, да, и они показывают вообще такое, краткое содержание мира, все, что в нем происходит, бизнес мира. Вот, пожалуйста, IPO, публичное размещение, да, что у нас произошло, вот, в мае и так далее, вот, это те, которые делал конкретно Goldman Sachs. Вот, Green Sky провел IPO на 1 миллиард долларов, Huya и так далее, да, вот, Lexin. И это все компании, которые вы видите, да, миллиард, 600 миллионов, 1 миллиард, огромные компании. И, конечно, нужно понимать, вот, например, Net Shoes, интернет-магазин обуви, это была первая компания, которую я копировал давным-давно, которая стала Сапату и так далее. Вот, до сих пор компания успешная. Но, ключевая идея в чем? Если ты предприниматель, если ты хочешь изучать тренды, мир, как можно не знать, что такое Green Sky? Вот такая, это огромная вещь, которая в мире возникла, которая теперь есть. И можно просто вот посмотреть, что же этот Green Sky делает. Быстрые онлайн-займы, чтобы жить лучше, пожалуйста, для банков. Банки не могут часто это сами сделать, и вот Green Sky продает большим банкам технологии, которые... Вот, пожалуйста, есть такая вещь. Вот, то же самое, вот, Huya. Что делает Huya? Live Streaming. Это не совсем YouTube, это компания, которая делает именно живые эфиры, прямые эфиры, да, и это действительно огромный тренд. Люди, вот, прямые эфиры, как они играют в игры, фиг его знает, почему это люди смотрят, да, и платят, видимо, даже за это, чтобы смотреть. Это новый мир, да, соответственно, не хочется, это огромная вещь, да, Huya. Паня публичная, сделала IPO, и самое главное, что здесь огромная активность, куча всего. Вот вам интересная вещь. Кстати, вообще смотреть тренды в Китае сейчас очень важно, да. Вот такой лайф, лайф. Вот, если бы я не смотрел этот счет, я бы не знал, что существует вот такая хуя. И успешная компания, более миллиард долларов оценки. И, пожалуйста, я думаю, точно шаг два, потому что, ну, я думаю, есть, больше и больше людей проводят, хотят смотреть, вот, вообще, прямой эфир, да, вот, то, что, в принципе, вот в этом видео сейчас происходит, да, могло бы происходить на российском хуя. И, конечно, человек показывает просто, как он работает, или человек показывает, как он поет песни, или человек показывает какой-то скилл, что-то он, цирк, какой-то онлайн цирк, и люди могут скидываться, платить за это. Пожалуйста, интересная, интересная бизнес-модель, абсолютно, и вот, я думаю, там очень большую роль играют именно лайф, такие игры, игры, как, обучение, геймингу, и, думаю, огромную роль играют. Stitch Fix делал IPO, это новый вид шопинга, когда ты заполняешь опросник, и просто дизайнер тебе сам присылает какие-то коробки с какими-то вещами, соответственно, тебе не надо вообще тратить время на онлайн шопинг, ты просто говоришь, вот, и потом получаешь какие-то боксы. Лексин, лендинг, опять лендинг, да, онлайн лендинг, онлайн лендинг, просто сколько мы уже видели, это огромный тренд, в России очень мало пока. Вот, тоже. Юн Пауай, тоже платформа, которая продает технологии финансовым институтам, которые позволяют лучше делать онлайн бэнкинг, поисковая система в Китае, в Сагу, тоже сделала IPO. Каргуру сделала IPO, тоже интересно. Мы сделали такую же бизнес-модель, когда делали autospot.ru, и тоже, кстати, очень успешно работает. Поддержанные машины, новые машины, прямо дилеров, которые соединяют именно дилеров с потребителями, не чисто дилерский продукт. Redfin, тоже такой некий цифровой брокер, который делает все то же самое дешевле, экономит и продавцам, и сколько ты можешь экономить, если твой дом стоит столько, пожалуйста. Никто не хочет платить этим агентам 50 тысяч долларов. Интересное. Эль Каттертен, бренды. Ну, это тоже старая компания, у них огромное количество брендов, вот все, что им принадлежит. Такой холдинг, который скупил, ну, вот Peppa Jeans, многие знают, да, очень крупная компания. Управляет вот таким количеством брендов. Кто знал такую компанию Эль Каттертен? Credit Karma позволяет рейтинг делать, да, соответственно, я думаю, в будущем будет оцифровка всех потребителей с рейтингами, тоже интересная модель. Какао, южнокорейская компания, вот вся история компании. Какао Ток, ну, это такой, видимо, WeChat Южной Кореи. Кстати, вот эта тоже очень интересная компания, Vigo Video, тоже была приобретена недавно. Это все компании, которые из этого отчета, да, соответственно, вот идешь по отчету, смотришь компании. Некоторые компании я знаю, например, Snap, NetShoes, Trivago, это все уже понятно. Ну, появляются новые компании, например, YunPai, я просто смотрю, что это за компания, пытаюсь изучить, чем она занимается. Потом есть не только IPO, есть крупные приобретения. Вот, купила компания Кеттертен, вообще интересно, да, Honest Company, бренд, один бренд купил долю за 200 миллионов в большом конгломерате. Это вообще потрясающе, на самом деле. Эту сделку можно потом отдельно посмотреть. ZPG купил, был проданен Silver Lake, а не наоборот, Кеттертен вложил Honest Company, все понятно. Тогда так больше имеет смысла. Walmart Flipkart купил за 21 миллиард, кто не знал, 21 миллиард, конечно. Одна из самых больших сделок, вот Recruit, GrabHub. И вот так можно смотреть, вот появляются какие-то компании, ух ты, чем же эта компания занимается, Yum. И вот, пожалуйста, видео у них, основное приложение, там, зарабатывай работы, зарабатывай деньги за выкладывание видео. То, что сейчас в Инстаграме все делают бесплатно, они пытаются это как-то, чтобы люди все-таки имели больше информации. Или вот, Ailab, это компания, которая приобрела, которая вот занимается всякими видеорешениями, SuperWay, это Research. Ну вот, интересно посмотреть, чем занимается эта компания. Upstart, опять займ, дешевле, быстро, не надо ничего, никаких скрытых платежей и так далее. Вот, пожалуйста, бам-бам-бам, все в онлайне, все легко, все как мы любим. Опять, это решение для OmniChannel, кстати, очень тоже, вот, чтобы был понятный масштаб, там, будет это видно, да. Вот все транзакции, которые были в Интернете, да, как они финансировались, как это вообще работает. И это можно вот посмотреть. Да и все, вот, Expedia все знают, Netflix все знают, ну, например, какой-нибудь там, Flippagram, никто не знает, да. Вот TutuLab, что это за компании, которые могут при этом покупать крупные компании, изучить подробно, да. Или вот такая компания, как вам, 400 миллионов, YY.com. Кто знает YY.com? Давайте посмотрим. Ну, вот, Аптус тоже, Quote2Cash, OmniChannel, выдача займов, да, как бы, revenue, электронная коммерция, machine learnings, все эти технологии. Quote2Cash для коммуникации, финансовые услуги для всех, OmniChannel технологии. Я думаю, вот тоже в России, скорее всего, можно на степ-два поставить, крупные компании. Все эти компании, это очень крупные компании, это не просто какие-то там стартапы, это прям большие компании. Garena, вот, платформа, дистрибуционная платформа онлайн-игр, mobile, это вообще очень крупная команда, вот они их собирают. Вот это будущее, да, представляете себе, что происходит в мире. Вот собираются целые стадионы, чтобы смотреть, как играют вот эти чуваки, как это красиво выглядит, как это красиво организовано. Это большой бизнес, да, большой бизнес. Major League Baseball, Blue Core, как превратить налоги в возможность. Ну, вообще, как бы, сдача налогов, это будет дигитализироваться полностью. И компании, которые это будут позволять делать быстрее, они будут в будущем очень успешны. А здесь они еще находят, ну, это для американского специально, там огромное количество законов по налоговожению, вычеты и всякие. Вот, ты просто закладываешь все данные, и тебе программа говорит о том, где ты можешь получить больше денег. Вот, получается, такой, просто читаем с большим удовольствием, изучаем, как работает мир, какие появились новые бизнес-модели, какие были, какие были сделки крупные, да. И через сделки, через IPO, вот, пожалуйста, да, как бы, кредит карма, вот какой был, 500 миллионов модерна, Аптус, вот мы смотрели, это Series E, 55 миллионов это еще не такая большая бизнес-модель. Ну, вот, вот это уже, вот, например, MLBAM, миллиард долларов, Spotify, миллиард долларов и так далее, да, понимаете. Вот, SoFi, компания, которую мы смотрели, которая, социальный кредит, 200 миллионов долларов. И потом можно смотреть, вот, какие-то ключевые тренды, более аналитические, не как обычно в новостях. Вот, например, очень простая, то, что в новостях не видно, да. Топ-5 компаний по капитализации в мире. В 2007 году, номер один, Exxon Mobile, номер два, PetroChina, General Electric, China Mobile, ICBC. 0% интернет-компаний. И 2010 год, 37 интернет-компаний, 62 теперь топ-5, 100% интернет-компаний. Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook. Для людей, которые думают, чем же заниматься следующие 20 лет, пожалуйста, это, мне кажется, абсолютно очевидно. Не обязательно, можно, в принципе, и на хвосте работать, там тоже есть большая прибыль. Но, конечно, будущее – это дигитализация, абсолютно очевидно. Технологии проникают абсолютно все сферы жизни. Что происходит с рынками публичными? Вот, пожалуйста, видите, как бы самый худший сегмент – это рекламные, рекламные технологии. Самый лучший сегмент – это large-cap, ну, большие интернет-компании, ведущие, payments, платежные системы. Да, победители, конечно, берут больше и больше, но электронная коммерция неплохо себя сейчас чувствует в целом. Да, только travel и advertising в этом году пока за последний год слабо себя чувствует. Америка. Ну, это менее так интересно. Вот большие изменения. Вот Wayfair опять, интернет-магазин мебели вырос как ракета. Вот уже капитализация 8 миллиард. Интересно, мы делали 7 лет назад попытку и потеряли много денег на этом сегменте, но мир изменился, может быть, теперь это работает. 8 лет назад плохо работало, и мы потеряли много денег на этой бизнес-модели. Но, может быть, стоит опять посмотреть заново на нее, потому что сейчас уже она намного более доказана, чем это было раньше. И опять, вот, пожалуйста, последний 21 технологичных IPO. Huami. Чем же занимается Huami опять? И так далее, и так далее. Часть компании мы уже посмотрели. Carvana. Давайте посмотрим, чем занимается Huami. Биометрика. Это сенсоры. Ну, она делает вот то, что мы носим, что измеряет по-разному. Умные технологии, которые, вот, можно мерить все для триатлона, для тенниса. Виамакс, пилотерлиния кислорода. Вот, пожалуйста. Компания, которая IPO сделала, капитализация 2,5 миллиарда. Вот все капитализации можно смотреть. Вот, Kiwi, 12 миллиард капитализаций. IQ, IQ. А, это тоже онлайн стриминг, видимо, видео. Видимо, можно смотреть какие-то концерты, какие-то выступления и платить этим людям. И, как они вырабатывают, тоже понимают. Некий такой другой YouTube, который работает по-другому. Можно изучить более подробно, как это работает. Ну, дальше смотрим, вот, кто кого купил. Вот, WebMD, KKR, кстати, WebMD мы тоже делали, по-моему, 8 лет назад. В России тоже компания до сих пор существует. Ну, у нас получился такой средний успех, я бы сказал. Ну, и потом можно изучать конкретные кейсы. Вот здесь описано. Валмарт купил Flipkart. За сколько можно изучать конкретные кейсы. Интересно. Etsy, Grip, вот, например, GrabHub. Доставка еды из ресторанов. Трейдинг апдейт по мультипликаторам. Здесь, кстати, мультипликаторы можно смотреть. Ну, и, соответственно, закончили, в принципе, здесь уже ничего интересного. Здесь все его транзакции можно посмотреть. Еще раз. Выше 100 миллионов. Вот, Mail Group купил, например, FoodPandu. И так далее, и так далее. Очень интересно смотреть, вот, какие были, вот, например, Cruise Automation за миллиард долларов. General Motors, компания, которая делает технологии для автопилотов. В общем, не будем сейчас углубляться, потому что у меня села батарейка. Но, тем не менее, вот сразу уже сегодня несколько интересных бизнес-моделей, которые можно таким образом найти. Вот еще один, еще один способ, как можно, куда можно направить свой фокус внимания, чтобы изучать, во-первых, как работает мир, потому что, действительно, эти тренды нужно понимать, что вот происходит гигантская дигитализация уже не первого, второго, а уже третьего уровня, когда создаются вот эти видео-скриминг-платформы, которые люди смотрят, как другие люди играют в игры, обучаются этим. Это уже следующий, next generation. И эти вещи большие, это не маленькие компании, вот, 8 миллиардов капитализация, пожалуйста. Огромные вещи, которые происходят в мире, которые будут продолжаться, появляться. И вот тренды очевидны, да, для меня, но конкретно надеюсь, что каждый из вас для себя может находить... Вот, если есть желание получать вот эти гири-порты, напишите мне, пожалуйста, там, где можете, там. Может быть, мы сделаем, соберем и сделаем, чтобы вот рассылка была этого репорта для предпринимателей. Каждый месяц можно получать вот этот репорт или другие репорты. Ну, либо я продолжать буду, я просто буду делать видео. Каждый месяц, когда выходит, я буду создавать вот такое видео. Будем вместе смотреть, что происходит. Давайте, ребята, спасибо огромное, это был Лецидей 5. Я спросил вас, какие форматы вы больше всего хотели бы увидеть на моем канале. Вы попросили делать больше интервью и больше Лецидей, больше конкретики, что конкретно делать. Но, тем не менее, мы будем продолжать обсуждать другие вещи про миссию, предназначение, призвание свое. И также будем продолжать создавать архив, как вообще создавать компанию с нуля. Постепенно, постепенно на моем канале будет все это собрано. Это был Лецидей 5. Получил спасибо огромное за внимание, кто удержал внимание столько минут. Поехали дальше. Давайте, напишите в комментариях, какие вы еще хотели бы способы узнать, как можно генерировать идеи, какие проблемы вы видите, которые нужно решить. Будем вместе искать бизнес-модель, помогать друг другу, создавать новые вещи. Поехали! Поехали!